В Хабаровске вскрыли капсулу, которую в 1978 году заложили комсомольцы. 40 лет она была скрыта под табличкой у памятника напротив военного госпиталя. Письмо завещали прочесть в год столетия Всесоюзной коммунистической организации. Вот этот год как раз наступил. Какое послание получили хабаровчане, узнала Ксения Брониславская. Капсулу времени достают в белых перчатках. По сути это будущий музейный экспонат. Он пролежал под памятником молодым защитникам Хабаровска 40 лет. Зачитать послание доверили Александру Соколову, бывшему мэру города, чья карьера и начиналась в комсомольской организации. Вся молодежь города сегодня активно участвует в коммунистическом строительстве. Вам, дорогие друзья, продолжать наше дело и жить при коммунизме. Сочинители послания свято верили в нерушимость Советского Союза, но Союз распался, комсомолу уже давно нет. Он был создан ровно 100 лет назад. Станция Шулук на восточном участке Байкала-Амурской магистрали, хабаровская бройлерная птицефабрика, краевая клиническая больница. В своем послании комсомольцы перечислили свои главные достижения. Их последователи уверены, что тоже сделали немало. В 1994 году памятник демонтировали из-за разрушений, но капсулу не потеряли. Ее передали на хранение в музее, причем текст хранили под строжайшим секретом, как завещали комсомольцы. На место капсулу вернули в 2004. Причем и здесь стараниями комсомольцев, теперь уже бывших. Ветераны инициировали сбор денег на монумент. Было принято решение в 2004 году памятник этот восстановить. Сделать его в вечном материале из меди. Посадить вот эти вот прекрасные сосны. Когда мы их садили, говорили, что вот сосны в городе не приживаются. Сегодня комсомольской организации в Хабаровске нет, но есть студенческие отряды и волонтерские организации, которые участвуют во всех городских и краевых проектах. Текст для новой капсулы сочиняли всем миром. Были заложены значки. Это значок молодежи Хабаровска, значок столетия комсомолу, еще один значок молодежи Хабаровска, немножко другой. И мешочек с флешкой, на флешке видеообращения. Да, все-таки сейчас не 70-е. Спрятали капсулу времени на том же месте. А открыть ее должны те, кто будет жить в Хабаровске через 40 лет в 2058 году. Виталина Кондрахина, Ксения Брониславская, Семен Сахно для программы Новости.